Если же баллов меньше, то ребёночку какой ставит диагноз? Гипоксия, асфиксия. Если ребёнок не набирает 7 баллов, то ему ставят асфиксию. Асфиксия, одним словом, обычно говорят удушье. На самом деле это комплекс симптомов, комплекс проявлений у ребёночка. Асфиксия, первая степень, то есть самая лёгкая асфиксия. Когда ребёнок страдает от кислородного голодания в меньшей степени, это 6-7 баллов. То есть на первой минуте 6 баллов, на пятой минуте будет 7 баллов. Или могут поставить 8 баллов, если динамика очень положительная. Представьте себе, асфиксия самой лёгкой степени. То есть ребёнок вроде как слегка страдает, но на самом деле из 5 возможных признаков он получает всего 6 баллов. Ничего себе, да? Это только очень лёгкая асфиксия. Асфиксия второй степени – это 4, 5, 4, 6 баллов. То есть из 5 признаков ребёнок на первой минуте получает всего 4 балла. Это что может быть? 1 балл за сердцепиение, 1 балл за дыхание, 1 балл за рефлексы, ну и допустим 1 балл за окраску кожных покровов. Это очень мало. Понятно, что ребёнок очень сильно страдает, ему нужна неотложная помощь. Поэтому для таких детей, даже если предполагается, что вот сейчас ребёнок родится в таком состоянии, одного педиатра недостаточно. Как правило, вызывают ещё и анестезиолога, чтобы оказывать сразу же помощь. Но есть ещё асфиксия третьей степени. Она 0,3 балла. Иногда в журналах или где-то вот в интернете можете увидеть 1,4 балла. На самом деле на практике это 0,3 балла. Что такое 0 баллов? Ребёнок родился без признаков жизни. Ни одного балла поставить нельзя. Белый там будет белая асфиксия, раньше называлась белая асфиксия. На самом деле сейчас просто ставятся в степени. Ну и 3 балла через 5 минут, это, конечно, очень тяжело. Если ребёнок рождается в асфиксии, у него оценивают не только на пятой минуте, но и каждые следующие 5 минут продолжают оценивать динамику. Почему об этом говорим? Потому что большинство асфиксий в результате плохих поток. Когда мама не может вытолкнуть ребёнка, он начинает там страдать, и у медиков не всегда хватает сил, не всегда хватает резервов, каких-то медицинских, чтобы помочь ребёнку родиться. Особенно если ребёнок крупный. Поэтому мы всегда делаем такой акцент на дыхание на родном столе, на то, как надо правильно там лежать, чтобы раз и вытолкнуть. В России от 4 до 6% детей рождается в асфиксии, то есть от 1 до 3 степени. На самом деле, если женщина хорошо тужится, этого быть не должно. Асфиксия – это тоже родовая травма, да? Она не относится как к таковой родовой травме, но поскольку головной мозг страдал, последствия могут быть. А смотри, третий вопрос, если вот без дыхания ребёнок родился, ему делают какие-то реанимационные? Вообще маму все забрасывают, бегут, все занимаются ребёнком. Там есть специальный такой чемоданчик, где есть масочки для доношенных, для недоношенных, сразу же начинают кислород подавать, всевозможные препараты для того, чтобы ребёнка как-то стимульнуть. Если, допустим, пока аппаратуру собирают, стоят, дышат рот в рот, рот в нос. Дышки не дозрели, дают сразу препарат. Поэтому… Азинь, дышит, но не кричит. Дыхание ведь тоже разное бывает. Бывают на 2 балла, а бывает на 1 балл. Мы сейчас говорим о доношенных детях. О доношенных, конечно, да. Что у недоношенных, то да. У недоношенных по незрелости физиологической, конечно, асфиксия бывает чаще. Просто лёгкие, не готовы для того, чтобы дышать самостоятельно. Но я надеюсь, что информация вам будет полезная, что вы все сможете посчитать, какой же примерно у вас ребёночек будет, да. Что приложите максимум усилий, чтобы родить самостоятельно. Ну, и если вдруг по какой-то причине возникнет кесарево сечение, вы будете к этому тоже совершенно спокойно и адекватно относиться. Да. Спасибо, девочки. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok